Дмитрий, да, год у вас прошел, да? Да, вчера, вчера. Это важная дата в Спартаке, и в связи с этим вы спели песенку. Я спел песенку в связи с хорошим настроением. В рубище, в голубоватом рубище. Это не рубище, это, между прочим, африканская рубаха. Это на что вы намекаете? Спартак и африканская рубаха. Мне кажется, это немножко странно. Нет, так это не связанные события. Я спел песню, потому что хорошее настроение. Вы выложили ее в свой канал, естественно. И прославились, вы прославились, да? Как всегда, благодаря вам. Да, но мне тут же написал коллега Бодров, что он поет лучше песни вашей и за роялем исполнил другую композицию. Это конкуренция. Ну, прекрасно. Я рад за Андрея. Ага. А вот на видео вы стоите с балалайкой. Вы у своих детей отобрали? Это нет. Насколько часто вы практикуете? Музыка, маленькая гитара, гиталеля называется. Это ваша, а не сына вашего. Моя, да. У меня у сына еще более такая, совсем маленькая укулеле у него. Ну, знаете, на двухлетие еще это предстоит, да. Ну, что же, как же, да, как же, ну, надо по дереву постучать. Вот давайте, пните дерево, да, пните. Как вы подвели итоги в «Спартаке» год? Да, рано подводить итоги, интересно. В «Спартаке» год за три такое ощущение, что прошло гораздо больше времени, чем один год. Да. Помните год назад, что совсем был другой спортивный директор, другой главный тренер. Да. Вы к тому, что только вы вечно. Нет, не к этому. Я к тому, что все может быстро меняться, так что... Но мне показалось, что в тот момент, когда мы с вами видели свадьбу в Екатеринбурге, в отеле, вы были грустны. Вы были грустны по каким-то причинам. Я не был грустен, просто многие события я очень переживаю, пропускаю через себя, переживаю. А какие события были в Екатеринбурге, что вам пришлось... Нет, никаких событий не было, но в «Спартаке» всегда какие-то есть события, которые заставляют там стрессовать. Насторожиться. В общем, нормально. Жизнь на стрессе – это хорошо. Ну да. Слушайте, ну, по поводу дома поговорим. Дома, как вы его называете, да, «РФС» ведь выбирает сейчас титульного спонсора, вещателя. Какова позиция «Спартака»? Вы за «Фонбет» плюс «Матч ТВ» или за «Яндекс» плюс? Мы проголосовали за «Яндекс». Да. Мы проголосовали за «Яндекс». Я дал комментарий, почему мы это сделали. Да, почему? Мы это сделали, потому что «Яндекс» – это серьезный игрок на рынке. Это что-то новое. Это новая аудитория, новые площадки, новый формат. Это то, что сейчас в нынешних условиях, возможно, помогло бы российскому футболу. Поэтому мы проголосовали за «Яндекс». Ага. Ну, там больше и больше денежек. Даже после того, как «Фонбет» еще предложил, «Яндекс» еще дал больше денежек. Ну, это ваши инсайды. Я их не могу комментировать, кто там что предложил. Мы свой выбор сделали. И, на мой взгляд, хорошо бы к голосу клубов прислушаться, а не начинать игры, что мы все решили заранее. А сейчас вы просто так проголосуете, мы вас послушаем, но мы все равно сделаем так, как мы решили. Поясните, пожалуйста, что вы подразумеваете. Вы считаете, что «РФС» уже заранее сделал выбор, вне зависимости от… Нет, я так не считаю, я не знаю. Но судя по тому, что я читаю в прессе, в телеграм-каналах, после того, как появилась информация о том, что проголосовали за «Яндекс», начались очень странные движения. Мы просто начали со всех сторон зачем-то мочить «Яндекс» и вот этот выбор клубов. Вы понимаете, зачем это все? Вы подразумеваете, что это «РФС» хочет сделать выбор? Я не знаю, что «РФС» хочет сделать выбор. И нет ли здесь нехорошей составляющей? Она может быть. Я делаю вывод, что история эта дурно пахнет. С тем, что кто-то лоббирует «Фонбет» плюс «Матч ТВ». У меня так ощущается, что кто-то лоббирует «Монополистов» и говорит, что новые игроки, которые хотят зайти в российский футбол, вложить свои деньги, помочь и сделать его разнообразнее, внести конкуренцию, потому что конкуренция – это всегда хорошо. Да. Что кто-то этого не хочет и говорит, нет, вот мы решили так, и будет у нас вот один «Монополист» и второй, при всем уважении к «Матч ТВ», с которыми мы замечательно сотрудничаем в рамках ТВ-контракта, там и «Фонбет», там крупный игрок на букмейерском рынке. Но дайте другим тоже поработать. А кто лоббирует, на ваш взгляд, «Матч ТВ»? Не знаю. Можем ли мы сказать, что их лоббирует «РФС», «Зенит» и два клуба «Сателлита»? Да, возможно, Сергей это высказал. Да, да, ну это я сказал, да. Да. Ну вот про «Матч ТВ» вы заговорили, Котэ сегодня возвращается спустя 100 тысяч дней. Тысяча дней, да. Очень рад. Да, и что же, как это происходило, согласование с вами? Вы бумагами обменивались. Я же вам сказал самому. Вас вызвали на «Матч ТВ» или вы вызвали Котэ? Мы никого не банили. Нет, нас невозможно вызвать на «Матч ТВ». Да. Вы вызвали. Мы тоже никого не вызывали. Он сам пришел. Мы не банили Костю Евгеньевича. Котэ. Это решение мог принять только «Матч ТВ». Да. Потому что это их сотрудник, это не сотрудник «Спартака». Ну, Костя решил, что у него теперь хватит моральных сил комментировать «Спартак». Да. Он же вам дал интервью, вам он дал интервью, Сергей, тогда. Что я не буду комментировать «Спартак», потому что, во-первых, сам не хочу. Во-вторых, такое решение приняло мое руководство. И, в-третьих, еще какая-то причина. В общем, выбирайте сами, почему я не комментирую. Ну, значит, Костя захотел, раз он сейчас комментирует. Как вы завернули, да. Ну, и что же, вы будете внимательно смотреть, как Котэ комментирует сегодня. Ну, я только в записи смогу посмотреть. Я буду вживую смотреть. Ну, да, вы очень нервничаете, когда смотрите поединок. Ну, наверное, в ушко у вас что-то есть, да, чтобы слушать? Что-то есть. Чтобы не закралось ли какие-то мысли нехорошие. Нет, мы Константину совсем уважаем. Мы профессиональный комментатор. Да. Да, он... Ну, видите, прогноз другого комментатора, Георгия, Юры, Черданцева, пока сбывается, вы идете высоко. Вы... Ну, опять постучим. Да, да, постучим, да. Да? Все. Слушайте, травму получил Мозес. Мозес, да, он что, он уехал в Финляндию или он уедет в Италию в силу того, что сейчас происходит? Нет, мы планируем... Эта травма требует операции. Операция, скорее всего, будет в Германии. Ну, не скорее всего, а точно. Да. Да. В начале недели он улетает туда, и там будет под контролем нашего специалиста. Проходить операцию. Ага. Ну, то есть, а первоначально же были Италия и Финляндия? Ну, были разные варианты, да, там, Италия, Финляндия, но решили в Германии. Были ли какие-то сложности в теперешнем общественно-политической ситуации? Ну, он же гражданин Великобритании. У него сложности меньше. Поэтому там, а как туда долететь, пути есть. Педро Роша и Хендрикс расторг контракт не могли бы рассказать по поводу условий их расторжения? Заплатили ли все, или удалось отбиться малыми силами? Условия я вам не скажу. Ну, не скажу. Расторгли контракт, да? Ага. Является ли следующим кандидатом на расторжение Остон Урунов? Остон Урунов является кандидатом на прекращение с ним отношений. Но, опять же, большего не скажу, поскольку процесс еще идет. Надеемся, что он в скором времени завершится. Как идет процесс того, что компания «Лукойл» станет полноправным собственником клуба? Появляются ли новые менеджеры? Вот я видел на прошлом матче, ну, на домашнем, что новые какие-то люди ходят рядом с мигзоной. Клуб работает так, как работал. Команда работает так, как работал. Новых людей нет. Если они будут когда-нибудь, тогда мы это прокомментируем. Сейчас у нас все в прежнем режиме. Как вы смотрите на небывалую активность Гео Джики и Алекса Соболева в медиалиге? Смотрим позитивно. Мне кажется, они очень взбодрили медиалигу, взбодрили это пространство. Извините, потому что мне всегда пишут. Нормально всегда. Ничего, ничего. Да, они взбодрили эту историю. Их очень многие не любят, но ребята молодцы. Но ведь есть момент такой матерщины. Уже очень много матерщины. Проводите ли вы разъяснительную работу? Там все матерятся. Нет, они этим занимаются в свободное время. Это их личное дело. Это же не мешает им делать свою работу в Спартаке. Соболев раздает передачи, забивает голы правильно. Так что пока все хорошо. Когда перестанет раздавать передачи и забивать голы, тогда, возможно, подумаем, что медиалига может как-то на это влиять. Но пока все, опять же все. Намерен ли клуб как-то поучаствовать? Может быть, вы команду там откроете свою? И кто-то будет предводителем? Там без нас хватает. Слушайте, у нас спартаковских людей в медиалиге и так хватает. Я знаю, там вроде болельщики хотят свою команду сделать в медиалиге. По-моему, называется «Народная команда». Ну, посмотрим. Вы не чувствуете, кстати, в связи с историей Fan ID, что рынок немножко меняется по матчам Локомотива и особенно Динамо? Места, где сидели фанаты, теперь занимают обычные болельщики и много семейной аудитории. И это меня удивило. Динамо явно в этом смысле ведет работу. Я считал, что много, мне кажется… Ее максимально много. Вы просто не ходите на матчи московского «Динамо» к коллеге Симонову, а я хожу теперь. Ну, замечательно. Просто у «Спартака» болельщиков гораздо больше, чем у «Динамо», поэтому тут с историей сравнивать не очень корректно. Вы помните финал в Лужниках? Три четверти стадиона красные и одна четверть там белая-голубая при всем уважении к «Динамо». Вот. У нас болельщиков много, активных болельщиков много. Они первые заявили о своей позиции, они бойкотировали матчи, когда все еще ходили. Поэтому их отсутствие для нас очень существенное, и мы его ощущаем. Хотя при этом, естественно, мы уважаем всех наших болельщиков, ценим и тех, кто ходит, и тех, кто не ходит, и надеемся, что этот, с моей точки зрения, не самый удачный закон претерпит какие-то изменения. Ага. Вы намерены как-то что-то инициировать, чтобы… Ну, Сергей, я же вам говорил в прошлом интервью, мы не можем инициировать, поскольку это закон. Должны инициировать какие-то другие люди, которые должны услышать народ, услышать общественные организации, услышать клубы. Мы готовы высказать свое мнение, и мы его, собственно, и высказываем. По форме. Последний вопрос. Когда появится форма к столетию? Евгений Владимирович говорил, что к середине августа. Вот уже середина наступила. Я надеюсь, что на матче с Динамо мы уже будем в этой форме. Уже на матче с Динамо? Я надеюсь, да. Спасибо большое. Спасибо. Все, побежал на интервью.